Бывают минуты, когда пообщаться со священником крайне необходимо, но духовного отца нет рядом. На помощь православным пришел уникальный интернет-ресурс. Теперь в реальном времени круглые сутки можно получить ответ на любой вопрос и даже попросить о молитве. О батюшке онлайн далее. Инициатором создания этого ресурса стал православный молодежный клуб при Ульяновском государственном техническом университете. Начинание благословил архиепископ Симбирский и Меликесский Прокл. С доброй иронией проект назвали «Онлайн-батюшка», хотя на самом деле за ним стоит целый коллектив. Современный ритм жизни временами диктует свои условия, а электронные технологии позволяют мгновенно соединяться, обмениваться информацией и общаться людям, которые находятся в разных городах и даже на разных материках. Поэтому и появился в интернете специальный ресурс. «Онлайн-батюшка» – так называется группа в социальной сети ВКонтакте. По словам организаторов, этот проект призван оказывать сопротивление пропаганде разврата и агрессивному давлению электронных СМИ, вести православную миссию в глобальной сети, проповедуя в молодежной среде истинные ценности. Для работы в группе «Онлайн-батюшка» приглашены православные священники из разных епархий. Большинство людей, которые ходят в храм, они действительно задают вопросы батюшкам в храме. Но для небольшой части людей это вообще вариант спустить пару. Мне, опять-таки, буквально вчера пришлось выдержать такой мощный натиск одной нашей прихожанки из Германии. Хотя это не типичный такой вариант, а чаще всего люди спрашивают простые вещи про жизнь, про то, как прийти в храм, как раз не то, как там, про то, что в храме происходит, можно ли то-то сделать, можно ли это ли сделать. Вопросы очень многие граничащие вот такие именно с психологией, с пастерским окормлением, которые серьезный и глубокий кэш, это не вопрос для контакта, но самые простые, элементарные, там, я ругаюсь с мамой, что мне делать? Вот, от меня ушла девушка, или я собираюсь познакомиться. То есть, как бы, совершенно типичные и простые этих сюжетов, их буквально там всего несколько штук есть. Группа онлайн «Батюшка» ВКонтакте имеет статус закрытой, но принимают в нее всех желающих, достаточно просто оставить заявку на страничке. Новой возможностью пообщаться со священниками через интернет воспользовались уже почти 6 тысяч человек. Правда, у этой необычной инициативы появились и противники, которые считают, что общение со священнослужителями должно происходить только очно, и никаким компьютерным технологиям церковь не должна поддаваться. У нас, к сожалению, сложился такой стереотип, благодаря которому, собственно, батюшка с компьютером воспринималась как Нонсен, что церковь – это то, что тянет нас в прошлое. И в определенное время это имело свое, как бы, обоснование, потому что, ну, действительно, да, после крушения Советского Союза все ринулись вспоминать свои корни, кто мы, откуда. И здесь как раз вот для многих людей даже обращение к церкви – это было обращение, поиск, откуда мы, каково наше прошлое, каковы наши истоки. Но ведь на самом деле церковь не зовет нас в прошлое. Даже на индивидуальном уровне, когда нас призывают в Царствие Божие, это будущее для нас. И, на мой взгляд, одна из серьезнейших задач современной церкви, к чему, кстати, патриарх прикладывает немалые усилия, это вот этот стереотип сломать. Дело в том, что церковь не случайно названа даже в законах Российской Федерации культурообразующей и государствообразующей религии. То есть это то, что образует будущее. Сетевой ресурс онлайн «Батюшка» не стал просто справочной службой по религиозным вопросам. Это, скорее, клуб общения для всех, кто хочет приобщиться к православной вере и церкви. Участники группы обсуждают и комментируют интересующие вопросы, размещают музыкальные треки и фотографии, которые показывают мир православия во всем его многообразии.